всем доброе утро у нас сегодня оказывается такой ветроган люди на пляж идут а там прям сносит вообще и вы знаете я первый день одела шорты и чуть ли не замерзла такой и дудуму блин петровочку какую-нибудь одеть что ли или так а еще есть сегодня вообще на час больше поспала я закрыла вчера ну наполовину жалюзи ну чтобы создать себе хоть какой-то там полутем не затемнение на часик повалялась кровать еще больше и все я не могу я встала и как вареная курица первых вся пухшая видимо вчера много чая выпили жидкости и все это не вывелось и все это вот так на рожу вообще на руки и спать охота чарли надо гулять а мне прям спать охота вот так вот я когда пересплю меня все время хожу как вареная курица но сейчас вот видите поморозилась немного вроде бы как очухалась чарли тут довольный бегает мы сейчас поедем мою на работу в парикмахерскую у меня там газ нужно отвезти меня есть но всегда должен быть один как говорится на запасе потому что представляете если мою голову у меня заканчивается газ пипец что ли поэтому сегодня сейчас отвезем газ и не знаю что дальше будет делать даже не обговаривали люди на пляж собирались а тут такой ветроган ну вот тут вот еще в парке чем дальше от моря тем ветер уменьшается но все равно видно видите как пальмы все колышется и утром вот когда я проснулась в 9 утром не было такого ветра поднялся буквально где-то за час так вот так все вкусно пахнет здесь не пойму чем вроде нет никаких цветов но запах стоит обалденный обнюхаться можно в общем обычный воскресный оксанкин день смотрите там поля гольфовые даже детишки маленькие в гольф учатся играть смотрите каким или пусинки и тоже этими палками машут прикольно всем доброе предоброе утро чарли у меня там с другом с каким тоже связался там вот женщины сидят там еще одна собачка есть мы вышли погулять рядом с нашим домом парке вот в это в принципе каждый понедельник сюда хожу а вот сейчас ним погуляю и поеду я по по магазинам в принципе время то уже 11 час поэтому я думаю просто лежала ничего не делала копалась в интернете в общем выходной день скажем так надо сейчас приду по пылесосе еще пылесосить это пять минут поэтому не особо много времени займет и поедем поедем мы помчимся на оленях если вы не длинном платье в таком нарядное погуляем но сейчас найти как платье хорошо накинул сверху и побежал не надо ни штаны не одевать не майку потом еще что-то потом еще что-то в общем так удобнее но я в этом платье в принципе и пойду магазин накраситься надо немного правда не знаю глаза наверно не буду красить равно в очках везде так нос немного свой красный закрашу у нас у меня все время красный пипец не хочет открываться не знаю отмороженный какой-то что ли мы поедем в мусорку теперь буду искать не знаю где тут поблизости тополя но у нас везде летает тополиный пух жараю ветер такие в общем что-то в этом роде я не аллергик поэтому меня этом не страдаю что там пух летает или еще что-то но он летает прикольно так вообще тут знаете еду в пижамах все ходят там это я что-то там приоделась вообще в пижаме можно было бы выйти погулять с собакой да расплюнуть да чарли ты наигрался у него там с другом так играл вообще с собакой так классно играли они бегали прыгали главное чтобы не дрались а то он ведь может его если кто не нравится то он даст об этом знать идет такой пусть он всегда забегал набегался но мне еще лучше мне надо было круги намутывать это я видите платья у меня длинное вообще очень люблю длинные платья мне кажется длинные платья очень женственные и сексуальные верни люди в нем женщины как бы переливаются видеть такой легкий материал и много длинных платьев юбок летом я почти всегда хожу только в платьях и юбках но шорты естественно ну шорты это когда я чарли погулять или еще что-то на работу дал тоже хотя я на работу переодеваюсь на работе потому что я уже фартук не ношу не хочет чарли уже за зажрался сказал скажет жри ты сама эти печеньки они мне уже надоели у него просто больше ничего нету смотрите вот это вот для чуть там все пустое надо сейчас поеду меркодону заеду просто другие чучело не ест только из меркодоны но опять не ест это для нас как печенька допустим да вот я ему дала печеньку это не его основная его его основная еда это его корм нет по моему в какашку вляпалась так вот бывает деньгам говорят да раз помою тут они это не какашки это знаете что деревья такие фрукты идут какие-то маленькие и вот они там я ходила где все равно помыть надо думаю так я и думаю обычно когда в какашку влезешь заходишь в лифт там такая вонища а сейчас ничего не воняла ну вот а я уже запланировал деньги получать а нет заехала меркодона передо мной стояла женщина представляете и в общем она набрала всего на 80 ну 75 евро значит пошла расплачиваться оказывается у нее всего 50 я говорю ой я говорит переборщила я понимаю переборщить на 1 евро на 2 но на 30 это почти половина покупки я этого не понимаю если честно если я иду в магазин знаю что у меня полтинник да я не набираю полную тележку там чтобы потом вот так вот стоять на кассе и убирать половину вообще как-то странно все это стать такого и половину в общем и знаете убирает значит она морковку морковку который стоит 30 копеек а ей нужно 30 евро убрать я блин стала за не стоит я когда магазин идут с определенным к не количеством денег наличными да у меня всегда карточка есть на такой случай во первых потому что всегда мы переборщиваем во вторых если у меня допустим в кармане полтинник то я уже приблизительно знаю что почем и сколько стоит и на 80 я уже точно не бери не наберу а это такая ой я говорит это переборщила но я думаю переборщила там на евро на 2 на 30 с лишним мы полчаса стояли пока она берет морковку 30 центов йогурт и а евро блин да убери ты чего-нибудь какое большое что у тебя есть ну вот и стоим и ждем переборщила на но она не ставка была по-моему румынка считать что ли не умеют люди вообще не понимаю так ладно чуть-чуть чарли купила едем за валькампу за молоком я уже дома ничего особенного не купила только ездил за молоком и за чуть-чуть чарли ну и так как поздно я купила себе их салат вот такой цезарь мой любимый и сосиски отварила вкусняцкие в лидере купила они как под копчененькие там какая-то приложить предложение было ну и бананы вот купила бананы бананы мама и все и на этом мы успокоились пойду кушать салатик вот вкусненький это кушать хочу когда я голодная я как зверь как всегда на свое в своем любимом парке смотреть кто-то тину подоставал зачем я не понимаю да тины тут конечно афигеть сколько и лягушек смотрите все цветет и пахнет но там столько живностей это конечно надо чистить вообще пипец нас кстати не так жарко ветер такой знаете прохладный скажем так на летний чё здрасте приехали мама гавкает тут понимаешь ли в общем в макета я хожу но не жарко вообще классная погода вот такая прям знаете не пляжная конечно но и не осенние весенние такая холодная смотрите прям всю плетину кто-то на мере ребятишки баловались доставали тину так я там видела каких-то 5 ребятишек что они они там тусуются значит пойдем в этой стороне везде дети почему они уроки не учат дома что это за безобразие такое в общем мы гуляем пусть там такие рыбы здоровые страсти на и килограмм по три каждая плавает но наверное она такая загаженная чушь в этом прутке то там столько грязи ну естественно и никто не ест откуда ты пошел мужик с маленькой девочкой смотрите сейчас посмотрим может быть увижу большую рыбу большую черепашка по имени какашка видите какая грязь ужасная вонять не воняет кстати не видно рыб вернее я их вижу но вам их невозможно показать вонять вот так вот не воняет знаете болотом но это все надо чистить сто процентов ну ладно мы дальше идем вот они идут ребятня самокатами с поля что они делали в поле с самокатами непонятно вот тут гусанит кинул вафельные палочки смотрите как они ловят они кто-то этого тут мужик наверное с этой девочкой тут и птички и рыба ну тут маленькие карасята все сожрали видеть карасята какие малюсенькие ти моя радость ти мое счастье гуляем сейчас буду варить бульон на завтра это крылья от индюшки мне кажется для вот такой кастрюли это слишком много и завтра сделать буду вот типа такой вот домашней лапши мы когда у гули сидели отмечали ее день рождения она говорила что у него в холодильнике лежит стоит домашняя лапша вы знаете на следующий день вспомнила мне так захотелось но следующий день было воскресенье мне эта хотелка не пропала до понедельника поэтому я вспомнила почему-то мне крылья индюшки напоминают гусиные крылья а из гусиных крыльев вот такой бульон получается помню еще с детства так вот купила курины индюшачьи крылья сейчас делаю бульон обычный морковка перец лук и вот эти крылья а завтра уже перед тем как кушать добавлю вот эту вот лапшу она тут варится что-то там две минуты смотрите две минуты за две минуты будет у меня такой вот обед вкусницкий но это еще не все я буду еще готовить салат отварила рис яйца тунец лук вот такой вот у меня будет тоже салат майонезный да ну что захотелось вот захотелось кукурузы у меня наверное нету есть есть у меня кукуруза с кукурузой будет у меня салат в этот раз прошлый раз делала без кукурузы а в этот раз кукурузы класс вообще супер так что все готовлю сейчас помою крылья очищу морковку лук в общем все как у всех вот такой салат получился а вы такой делаете салат и если делаете то может быть вы еще не что-то добавляйте туда не знаю я просто у меня мои моя фантазия всякла я не знаю что там можно добавить мне кажется будет и так вкусно так что пишите мне в комментариях если вы что-то добавлять еще может быть надо еще что-то добавить фиг его знает но мы будем за так есть хотя если вам не завтра что-нибудь напишите могу что-нибудь и добавить бульон варится в полном разгаре ему еще варится и варится и варится я наверное чайку попью пить охота я передумала с чаем я лучше арбузика съем и поем и попью и все и и умоюсь да так говорят вот посмотрим что тут с моим бульоном мне кажется еще не готов я на медленно огонь поставила поэтому поэтому и он долго варится а я люблю чтобы нас так мягкая костей отпадала ну нет еще пускай варится наверное полчасика хотя овощи сварились потом процежу у меня будет такой бульон вкусняцкий блин крышка горячий зараза зараза два раза два раза ну и пусть варится бульон будет вариться а я буду с вами прощаться до завтра завтра у меня рабочий день вот и прошли опять выходные опять работа по телеку ничего нету хотела посмотреть погоду что-то она по моему у нас меняется и не в лучшую сторону в общем поживем увидим так что всем спасибо за лайки за комментарии всего самого наилучшего и пока пока до завтра